МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней. В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погулять, насладиться и почувствовать этот праздник. В ожидании спортивного праздника. Как Казань готовится к старту Чемпионата мира по футболу? Печально, что Казань остается за скобками этого праздничного праздника. Вместо праздничных шествий разрозненные митинги. В Казань отметили 1 мая. Почему 1 мая уже не тот? Народ твой, понимаешь, ты вместе с ними живешь. Вот они от них и черпались. Писатель, художник и благотворители. Лауреаты премии Тукая. Давайте познакомимся с ними поближе. Чемпионат мира по футболу – это действительно мега-событие. Это круче, масштабнее, чем универсиады, и даже посолиднее будет, чем Олимпийские игры. К Казани есть чем сравнивать. Мировые соревнования любого уровня, за исключением разве что Олимпиады, мы проводили и провели их успешно. За плечами универсиада и Кубок конфедерации, матчи Лиги чемпионов, чемпионаты мира, Европы и прочие крупные и важные мероприятия, коих было не счесть. Но лично я не помню такого ажиотажа еще за несколько месяцев до главных стартов. Такое ощущение, что по крайней мере половина туристов и гостей из тех, кто собирался к нам приехать в середине июня, уже прибыла в Казань. Мы видим это радостное оживление на центральных улицах столицы, в кафе и ресторанах, парках и скверах. Средства массовой информации всякий раз волнительно сообщают, очередной знаковый рубеж пройден. До часа их осталось два месяца, 50 дней. При всем при этом Аврала в городе не наблюдается, и, наверное, это хорошо. Хочется надеяться, что опыт Казани в проведении больших мероприятий даст свой результат. Сбоев быть не должно, хотя немного тревожно, что дождливая погода вносит свои коррективы в работу дорожников. Но все это нюансы у нас умеют, когда это необходимо, ускорять темп работ не в ущерб качеству. А главное, готовность и самого города, и футбольного стадиона сейчас такова, что причин для беспокойства просто нет. На этой неделе спортивные объекты домашнего чемпионата мира в России еще раз протестировали президент страны Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино. В российском Сочи VIP-болельщики получили свои удостоверения. Те самые паспорта болельщиков, без которых проход на матчи Мундиале будет закрыт. Еще раз, где и что нас ждет? Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Все спортивные арены во всех городах готовы полностью. В Казани болельщиков ждет, как бы сказали спортивные комментаторы, настоящее футбольное пиршество. В рамках группового этапа у нас пройдут 6 матчей. 16 июня Франция, Австралия, 20 июня Испания, Иран, 24 июня Польша, Колумбия, 27 июня Германия, Южная Корея. 30 июня на Казань-арене пройдет матч 1-8 финала, а 6 июля четверть финал. То есть в любом случае мы увидим у нас в Казани лучшие команды мира, настоящих футбольных звезд, чемпионов мира, немцев, финалистов последнего чемпионата Европы и французов, очень сильную и титулованную команду Испании, сборную, претендующую на многое, это я про команду из Польши, самобытные яркие сборные Австралии, Ирана, Колумбии, Южной Кореи и так далее. Даже дух захватывает. Остается потерпеть всего-то месяц небольшим. Потерпеть болельщикам и самим казанцам, организаторам чемпионата, всем городским службам, их руководителям, ательерам и рестораторам в эти несколько недель предстоит ударно потрудиться. Как Казань готовится к главному своей истории спортивному событию в нашем репортаже. Это номер категории люкс, он соответствует сертификации халяль-френдли. Халяль-отелей в Казани уже три. Гостиницы прошли все необходимые процедуры и получили соответствующую квалификацию и теперь могут размещать и кормить гостей мусульман по канонам ислама. Еще несколько отелей собираются присоединиться к ним в ближайшее время. Эксперты отмечают, такой сервис будет крайне востребован, а в эти дни особенно. Через несколько дней Казань будет принимать гостей международного инвестиционного форума «Казан-саммит». А еще через месяц с небольшим в столицу Татарстана приедут футбольные болельщики. И кто знает, может быть, именно в этих апартаментах разместятся высокопоставленные поклонники сборной Ирана. На сегодняшний день в зависимости от гостиницы некоторые уже на 100%, некоторые гостиницы 90%, но процент бронирования уже однозначно очень высокий. В Казани сейчас около 200 отелей на любой даже самый взыскательный вкус. Общий номерной гостиничный фонд столицы порядка 9,5 тысяч. Можно даже не сомневаться, в дни проведения чемпионата мира они будут задействованы по максимуму. Но чтобы разместить всех постояльцев и поклонников футбола, понадобятся и другие, как выражаются специалисты, коллективные средства размещения. Помимо хостелов и гостиниц соседних регионов, это также квартиры. По оценкам экспертов, это порядка 8 тысяч квартир в Казани. Но чтобы принять футбольных болельщиков хозяевам квартир нужно соблюсти ряд правил, главный из которых квартира по качеству условиям проживания должна соответствовать стандартам. Но это еще не все. Он должен либо зарегистрировать недоида предпринимателя, либо должен соответственно подать все необходимые документы для регистрации дохода. Это первое. Второе, очень важный момент, это регистрация проживающих у вас иногородних гостей, тем более иностранных гостей. 200 тысяч гостей, скорее всего минимальный порог туристов в Казани в середине июня. За этот порог мы выйдем совершенно точно. Даже опыт проведения Кубка Конфедерации в столице об этом говорит. На каждом матче чемпионата мира в Казани будет аншлаг и будет праздник для болельщиков. Можно ли сейчас успеть купить билеты на матчи, которые пройдут на Казань-арене? Очень сложно, сообщает нам министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов. Были дешевые, но их уже нет. Остались, по-моему, какая-то категория достаточно дорогих билетов. Но сегодня это можно сделать через сайт FIFA. А вот если вы заранее побеспокоились о билетах на матчи мундиале в Казани, за вас можно только порадоваться. Остается пройти стандартные процедуры для получения паспорта болельщика. Можно это сделать в дни проведения матча, непосредственно за несколько часов до начала игры. А можно все оформить заранее, как успел, например, Саша Иванович из Сербии. Это будет первый чемпионат мира по футболу, который я увижу вживую. В Казани пойду на игру сборной Германии. Ну и, конечно, мечтаю увидеть сборную Бразилии. Они для меня фавориты. Туристов все больше, что особенно было заметно на эти майские праздники. Кто-то приехал заранее, чтобы познакомиться с городом и его жителями, сходить в кафе, рестораны, посетить музеи и сувенирные лавки. Первые впечатления? Отличные, честно, очень доброжелательные люди, очень приветливые и гостеприимные люди. Очень хороший, красивый и тихий по сравнению с Москвой город. Такая архитектура и люди очень приветливые и улыбчивые. Центральные точки притяжения известны. Это Кремль и прилегающие дворы и улицы, улица и территории, прилегающие к самому стадиону. Отдельная зона будет специально организована для всех болельщиков в районе центра семьи Казан. Это будет бесплатная история, может любой желающий попасть, это будет безопасно, это будет охраняемо, но и на территории данной зоны будут установлены огромные экраны, на которые будут транслироваться все матчи чемпионата мира, включая матчи, которые пройдут в Казани, ну и будут организованы различные активности, это и культурная и развлекательная история. Не исключено, что кто-то из гостей Казани захочет выбраться за ее пределы, скажем, в дни, свободные от игр. Культурная и вкусная программа им будет гарантирована. Туристов с особым нетерпением ждут на острове Градис-Вияжск. Интересную программу готовит и в древнем Болгаре. Кто найдет время, точно не пожалеет. Рестораторы Казани завершают последние приготовления в своих заведениях. Готовится поразить гостей столицы безупречным сервисом и высокой кухней. Готовят сумасшедшие какие-то предложения. Я точно могу сказать, что будут меню, кухонь тех команд, которые будут играть в Казани. Могу точно сказать, что будут меню, переведенные на французский, испанский, иранский языки, китайский, английский, само собой немецкий. В круглосуточном режиме готовы работать вообще все. Лишь бы было кого обслуживаться. Рестораны на самом деле ждут этого, и те, кто работали до двух часов, они без проблем будут и до утра, потому что это момент, когда есть возможность заработать. Не только отели и рестораны должны просто блестеть уже сейчас. Улицы Казани, проспекты, основные автомагистрали, к ним также не должно быть никаких вопросов. Чтобы все было близко к идеалу, к середине июня дорожники трудятся, не покладая рук и где-то, как, например, на площади Тысячелетия Казани в круглосуточном режиме. А это уже Оренбургский тракт. Работы идут от танкового кольца. Именно по этой улице будут ехать гости чемпионата мира из аэропорта. Движение не останавливаем при работе, работаем по полосам, поэтому никаких заторов, как вы видите, на дороге нет. Павлюхина, Петербургская, Ленинская, Дамба, Сибгата, Хакима, Восстание – это первоочередные участки. Погода немного внесла коррективы, но в сроки должны уложиться, уверяют дорожники. Первоочередная сегодня задача стоит до первого июня закрыть основные магистрали, связанные с передвижением автобусов непосредственно, чтобы не парализовать движение города по пассажирству транспорта. Это порядка 36 объектов. Лишь одна корова, лишь одна светлая строка. А без этих людей ни одно крупное спортивное мероприятие в Казани просто невозможно представить. Это волонтеры. Как сами можете убедиться, в волонтерской команде на этот чемпионат мира в столице Татарстана будут люди самых разных увлечений и возраста. Наиля Ибрагимова не пропускает ни одного матча и знает многих футболистов по имени и фамилии. Наверное, любой человек, который становится волонтером, он не потому, что любит волонтерство, а потому, что он любит отдавать частичку себя для других. В этом году чемпионат мира происходит в России и такая возможность поучаствовать именно в данном мероприятии в родном городе я считаю, что хороший шанс. Всего на чемпионате будут работать 2242 волонтера. Добровольцы программы Оргкомитет России 2018 уже приступили к обучению. До старта чемпионата мира по футболу в России остается совсем ничего. Месяц небольшим и все города, где пройдут матчи мундиаля готовы, в том числе и Казань. Инфраструктурно все сделано, остаются небольшие детали. Где-то обновить дорожное полотно, завершить работы по благоустройству города, завершить обустройство площадки для болельщиков возле центра семьи Казан. Сам стадион практически готов. Генеральную репетицию все его службы и сервисы пройдут 7 мая на тестовом матче Рубин-Уфа. В день проведения тестового матча будет задействовано режимы зоны последней мили. Это значит, что территория вокруг стадиона станет пешеходной. Схема движения общественного транспорта изменится за 3 часа до начала матча, то есть с 16 часов. Часть улиц вблизи стадиона перекроют, а жителям, которые живут недалеко от Казани-арены, выдадут специальный пропускат для личных авто. Просто получать удовольствие, ничего не бояться, забыть эти ненужные стереотипы, что будет сложно. Наоборот, сегодня в Казани все, что связано с подготовкой к чемпионату, мы очень клиентоориентированы. Погулять, насладиться и почувствовать этот праздник. Тимур Бекморзин и Андрей Мохов. 7 дней. Я уже сказал о наблюдаемом в эти дни оживлении в центре Казани, хорошем притоке туристов и, кстати, не думаю, что он напрямую связан с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Скорее всего, все гораздо проще. Казань действительно сегодня крупнейший в России туристический центр со своими фишками и магнитами. Здесь надо отдать должное и мэрии столицы, и Государственному комитету по туризму республики, нашим рестораторам. Их усилия, наработки начинают приносить хорошие дивиденды и прибыль. Но эти первомайские праздники оставили у меня двоякие чувства. И сейчас вы поймете, почему. Вся страна отметила на неделе 1 мая. Скажу сразу, со вкусом, но по-разному. Для начала давайте посмотрим на опрос в ЦИОМ. Специалисты центра сделали интересную подборку. Они сравнили данные за последние четверть века. Если в 1994 году 65% опрошенных сообщили, что собираются отмечать 1 мая, то в 2018 году количество желающих сократилось до 56%. Среди самых распространенных планов россиян на 1 мая это провести время с семьей 27%, заняться садом или огородом 21%, 13% и вовсе предпочли в этот день работать. В разных регионах страны 1 мая встречали по-разному. На демонстрацию на Красную площадь в Москве по данным Московской Федерации Профсоюзов вышло 120 тысяч человек. В Татарстане, как мы это увидели, не было утвержденного плана. В каждом городе решали, как сделать так, чтобы праздник запомнился. Так вот, Казань смотрелась на фоне других городов, мягко говоря, странно и безлико. В столице были разрешены лишь митинги. А вот, для примера, в Наберных Челнах почти один в один повторили демонстрацию 80-х годов прошлого века. Помните, какие замечательные, яркие это были шествия. Так почему Первомай сейчас уже не тот, что был раньше? Об этом Сергей Темляков. 1970-го. Вместе со всем человечеством мы празднуем... спускались в сторону центра от Вечного огня, основная масса там, но и отдельные коллективы, то есть все было расписано, отдельные коллективы уже вот в этих, в аппендиксах, перпендикулярных улицах стояли. Приглашенные вот здесь стояли, здесь, а здесь уже руководство. Нет, туда даже не пройдешь. Первомой уже не тот, говорит Анатолий Елдашев, не тот, что в СССР, не тот, что еще хранят в памяти наши отцы и деды, мамы и бабушки. Раньше, отмечает историк Краевед, каждый 1 мая стремился попасть сюда, на площадь свободы. Конечно, из-под палки, из-под палки, ну, наверное, определенная часть, достаточно малая часть населения шла, а в основном мы ждали в течение месяца на сегодняшней ярмарочной площади около старого стадиона мы готовились, маршировали. Первый раз Анатолий Михайлович принял участие в демонстрации, еще будучи студентом. Позже, как инструктор обкома партии и заместитель руководителя комитета по профтехобразованию, уже помогал в организации шествий. Говорит, самые популярные лозунги демонстрации времен СССР, мир труд май, да здравствует коммунизм, слава труженикам производства. С флагами тогда выходило не одна тысяча горожан. Вот эта ностальгия, она жила, она достаточно долго жила, и сегодня в некоторых городах, некоторых весях, она сегодня разливается. В Москве на Красной площади прошло не менее ста тысяч человек. Говорит и показывает Москва. Любимая Россия с праздником! И где-то печально, что вот Казань остается за скобками этого празднества. Почему за скобками, спросите вы? Давайте разбираться. Очень весело было, хорошо. И когда работал на заводе, мы всегда на демонстрацию ходили. Вера и Надежда не пропустили ни одной демонстрации. Сегодня они с большим транспарантом в первых рядах, но уже на митинге. Ведь только митинги в столице Татарстана 1 мая были официально разрешены. Мы сегодня единственную партию, которую представляем тот кусочек советской власти, того дух единения. С особым советским колоритом 1 мая, пожалуй, отметили лишь коммунисты. Первый секретарь Хафиз Мергалимов говорит, весь мир празднует, а коммунистам в Казани не дали разрешения провести шествие к святому для них месту, памятнику Владимиру Ленину. Закон не позволяет. Хафиз Мергалимов уверен, шествие должно быть. Не возвращать, обновить его нужно, когда люди, собравшись с цветами, знаменами, идут, музыкой, оркестром. Это же дух того советского периода. Это дух российского периода, что нас пытаются делить по национальным квартирам, по религии, по образованию, по профессии нельзя нам делиться. Поэтому общий праздник и лечь никуда не денется. Мы не нарушаем закон. Святые коммунисты все же решили возложить, но нарываться на штраф 10 тысяч рублей, как в прошлом году, не захотели. Предпочли проезжей части тротуар. Вместо транспарантов в руках лишь маленькие флажки. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Просто праздник получается как бы лишний там свободный день. Я не знаю, если только для этого. Ну хотя бы, может быть, надо бы его переименовать. На самом деле, просто праздник весны можно назвать. Первомай в Казани уже не тот, уверен и идеологический лидер татарстанского отделения ЛДПР Марсель Габдрахманов. Либерал-демократы 1 мая тоже вышли на митинг. В сквере славы горожан еще меньше, чем у памятника Владимиру Ленину. Марсель Габдрахманов замечает, видимо, многие в этот день решили открыть дачный сезон и констатирует, понятие солидарность трудящихся сегодня размыто. Наш врач, он получает мало, ему надо и ребенка в школу подготовить, и в садик подготовить, или в институт подготовить, и за ЖКХ заплатить, и за ипотеку заплатить. И он тут лежит у него тут больной. Он думает, вот он мой сладенький кошелек. Самым массовым в Казани оказался митинг профсоюза в Парке Победы. Это, конечно, не 120 тысяч человек, как на Красной площади в Москве, но и не 30, как в сквере славы. Профсоюзы должны вывести на улицы около 2 миллионов 700 тысяч человек. Планируем, соответственно. Уже прошли акции, соответственно, в Хабаровске, на Камчатке, в Иркутске. Главные лозунги, с которыми мы сегодня выходим, это достойная зарплата и справедливая социальная политика. Проводим опрос среди пришедших. Тот ли сегодня 1 май? Солидарность трудящихся, она всю жизнь, она как была, так и есть. Если мы не будем солидарны между собой, дружны, нас подомнут, скажем так. Вспоминая детство, когда мы шли с демонстрации через площадь свободы, как бы, тут были другие эмоции немножко. Сейчас как бы все стало более консервативно. Мне кажется, 1 май тот, просто молодежь сменяется. И вот мы пришли доказать то, что мы тоже будущие трудящиеся. Посмотрите, с какими хорошими, позитивными, социальными решениями мы пришли к 1 мая в этом году. Среди тех, кто пришел на митинг, и министр труда. Расспрашиваем Эльмиру Зарипову, с какими показателями встречаем 1 май. Самое главное нововведение касается 90 тысяч работников в Татарстане. Вступил в силу решение по трудовому кодексу, когда минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. К этому решению вся страна, правительство шло в течение долгого времени. И сегодня, вот с 1 мая, эта сумма 11 163 рубля. Основной проблемный вопрос, который сейчас на контроле в министерстве, это своевременность выплаты зарплаты. По Татарстану есть задолженность, порядка 15 миллионов рублей на 8 предприятиях. Но вернемся к главному вопросу нашего репортажа. Какой 1 мая нам нужен? Вот для сравнения праздничные шествия в Казани и в набережных Челнах. Какое вам самим больше по душе? По-моему, ответ очевиден. В Автограде 1 мая прошел в лучших традициях советских времен. Для лучшего восприятия вот исторические кадры шествия еще в городе Брежнев. Так, когда-то во времена СССР именовали нынешние набережные Челны. Поклонимся великим тем годам Как говорится, найдите 10 отличий. Проспект тот же, флаги и транспаранты правда другие. Да и во главе колонны легендарная команда КамАЗ-Мастер. Кстати, в самой колонне 23 тысячи человек. Всегда в городе набережные Челны проводились первомайские демонстрации. Не только митинги, демонстрации. И я думаю, что сам Бог верил. Сегодня экономика на подъеме. Город получил второе дыхание. Стала территория опережающая социально-экономическое развитие. Конечно, дело здесь не только и даже не столько в экономике. Казань такой же трудовой город, как те же Челны или Москва. Просто как-то незаметно, тихо ушел этот праздник с наших улиц. А у казанцев по сути не спросили. Да, у первомая уже нет той идеологической составляющей, что была в советские годы. Но само это понятие солидарность трудящихся, разве оно исчезло? К тому же, давайте не забывать, первомай всегда был еще праздником весны. Люди просто радовались обновлению природы, первым погожим денькам, и шли на демонстрацию, не только и даже не столько, как на политическую акцию. Это был действительно праздник, а самишествие, еще и возможность увидеть свой коллектив, школу, друзей, всех сразу. После демонстрации горожане по-дружески объединялись, встречали гостей. Праздничный стол и дружеские посиделки были обязательным атрибутом первого мая. Вам не обидно, что мы променяли все это на агрофитнес на приусадебных участках? Лично мне обидно. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней. Ну вот мы и отметили праздник весны и труда. Как мы уже сказали, весенний труд для большинства из нас это, конечно, труд на собственных грядках для собственной пользы. Но настала пора задуматься и об общественном труде. И я говорю совсем не о тех субботниках, которые прошли вчера в Казанских парках. Я говорю о труде каждодневном и весьма накладном, кстати. Я говорю о раздельном сборе мусора. Чем больше мы погружаемся в эту тему, тем больше неожиданностей нас поджидает. Наш с вами мусор это далеко не мусор. Это мы уже поняли. Но это не главное озарение. Главное озарение в том, что в России отходы это далеко не вторая нефть, как нам казалось. Заработать на их сборе и переработке оказывается непросто. Государство сегодня думает не столько над тем, как организовать раздельный сбор отходов, сколько над тем, как организовать раздельный сбор доходов. Доходов для тех, кто рискнет наладить раздельный сбор. Доходы можно получить либо с производителей, либо с граждан. Да, да, речь именно об этом. Неужели, если мы так хотим раздельного сбора, нам придется за это заплатить? Об этом Михаил Любимов. Саранск. Один из самых благоустроенных и чистых городов в России. Залогом такой образцовой чистоты стало принятие ответственности за экологическую ситуацию и организация качественной уборки города от отходов. В отличие от тысячи с хвостиком других российских городов, Саранск вот уже шесть лет как город с углубленным изучением отдельных предметов. Жители города худо-бедно научились накапливать предметы отдельно друг от друга, а Саранский филиал немецкой компании вполне успешно развивает в городе раздельный сбор этих предметов. В столице Мордовии втрое меньше жителей, чем, скажем, в столице Татарстана, а производимого ими мусора меньше аж в шесть раз. Поэтому 740 контейнеров с желтой крышкой для сбора разного рода и племени, отслужившей своей упаковке, городу вполне хватает. Результат, что мы уже приводили в прошлой программе, достоин уважения, но сильно далек от наших грез. 13% от собранного мусора отправляют здесь на вторичную переработку. Возможно, пока для России это вообще потолок, поскольку не всякий вроде бы полезный мусор в принципе куда-то можно сбыть. Его просто некому перерабатывать. И во-вторых, люди не слишком-то быстро приходят в экологическое сознание. И, конечно же, просто установив контейнеры для раздельного сбора и наклеив на контейнеры большой плакат, раздельного сбора, конечно, не произойдет. И мы в Саранске практически с 2012 года и по сегодняшний день занимаемся большой просветительской, разъяснительной работой с населением. Наверное, только вот эти потомки когда-то и оценят все те усилия, что были приложены в Саранске к тому, чтобы укоротить неизменный прилив отходов и даже способствовать некоторому его отливу. Современное же взрослое население Саранска порою считает, что просто зазря набивает чей-то карман. А кто это платит? Нас дерут деньги. И знаете, какие? Этот гражданин, который платит свои 100 рублей в месяц за вывоз мусора, конечно, не знает о том, что никакой раздельный сбор в этот тариф не заложен. Он не знает также, что вся эта созданная миллионными вложениями инфраструктура абсолютно убыточна в Саранске. Выручка с продажи вторичного сырья, из раздельного сбора этих отходов и упаковки покрывает приблизительно наполовину данные затраты. То есть наша компания занимается этим раздельным сбором исключительно на добровольных началах. И вот до этого пока нет никому никакого дела. Более того, безоговорочной поддержки нет и от СМИ. Вот этот репортаж одного из саранских телеканалов очень показателен. Мысль его в том, что мы вроде как не обязаны что-то там разделять и вообще думать об экологии забесплатно. Говорят, что такая система позволяет сделать дальнейшую переработку отходов более эффективной и менее затратной. Но отечественный опыт шепчет. Реальная экономия осядет в таком месте, куда простому горожанину путь закрыть. Проще говоря, сортировать будем мы, а деньги будет зарабатывать кто-то другой. А ведь мы действительно сильно отвыкли сегодня от бесплатного труда ради некой общей, высокой, благородной цели. Пожалуй, все, что мы с вами можем сегодня выдержать, это вот такие вот субботники. Они не отнимают у нас много энергии. К тому же случаются они один раз, ну, может быть, два раза в год. Примерно так же мы ходим с вами один раз за несколько лет к избирательным урнам. Мы не ожидаем какой-то компенсации от этого, нами просто движет некое высокое чувство нашего общего долга. Вот только к мусорным урнам, к урнам с раздельным сбором мусора, нам с вами придется ходить едва ли не каждый день. А значит, государству придется объяснить нам всю, так сказать, идеологию этого процесса. А заодно объяснить нам, почему раздельный сбор мусора, который абсолютно необходим и который вроде должен быть прибыльным, является убыточным. И главный вопрос – откуда взять деньги? Вариантов финансирования для регионального оператора, который займется вскоре у нас раздельным сбором, всего-то два. Первый вариант – предпочтительный. Расширенная ответственность производителя. Как в идеале. Производители оплачивают экологический сбор, эти деньги уходят в большое федеральное облако, откуда впоследствии проливаются дождем на избранные территории. В Германии, например, это скорее ливень в 900 миллионов евро в год. Все эти деньги позволяют региональным операторам развивать систему раздельного сбора. В России же пока без осадков, с мелкими испарениями. Татарстан, например, в прошлом году пополнил это облако на 29 миллионов рублей. Это сумма экологических сборов от наших производителей. И этих денег, если они когда-то и прольются на нас дождем в виде субсидий, не хватит не то, что Казани. Никакому району не хватит. А в облаке этом меж стен всего-то 3 миллиарда рублей на страну. И дождик, судя по всему, грибной, ожидается лишь в следующем году. А теперь, внимание, вопрос. Каков прогноз? Ведь есть и второй вариант. Не ждать милости от небесной канцелярии и заглянуть в наш карман. Выстроение инфраструктуры по сортировке и по обработке этих отходов, оно повысит нагрузку. Так и так. То есть в связи с принятием закона оригинальных операторов, на плечи которых взвалят всю эту ножку. Соответственно, и региональным операторам дадут возможность выставить более высокие тарифы, чем нежели существует сейчас. Для того, чтобы эту инфраструктуру всю построить. Мои же знакомые, проживающие в Германии, платят порядка 200 евро в квартал за вывоз мусора. И если мы говорим, сравниваем это с нашими тарифами, то это в 10 раз практически меньше, чем платим мы. Поэтому существующих в этой отрасли денег крайне недостаточно на то, что мы хотим видеть. То есть оно достаточно на то, что мы делаем прямо сейчас. Но, к сожалению, недостаточно для того, чтобы сделать чуть лучше, чем это есть сейчас. Возможно, нам вскоре стоит ожидать не раздельного сбора наших отходов, а безраздельного сбора наших доходов. Возможно, нам придется от слов перейти к делу. Или к сделке с теми, кто рискнет заняться раздельным сбором. От экологического популизма перейти к осознанию того факта, что экология требует жертв. Если мы хотим, как в Германии. А если какой-то регион за неимением этих механизмов на государственном уровне хочет иметь у себя в городе раздельный сбор, тогда, наверное, единственный источник финансирования этих дополнительных затрат – это, наверное, платеж населения. Потому что сегодня других источников нет. Итак, что же у нас получается? У нас получается, что мы с вами платим, наверное, слишком дорого нашим мусороперевозчикам за то, что они делают, а, быть может, не делают, и слишком дешево за то, что они, может быть, могли бы делать. Готовы ли мы с вами в самое ближайшее время оплачивать из собственного кармана всю эту новую для нас инфраструктуру раздельного сбора? Ведь альтернатива проста – либо мы будем платить, либо мы будем расплачиваться. Мы будем снова хоронить мусор заживо, и он опять влетит в наше с вами окошко, только уже в газообразном состоянии. Первое, что нужно нам с вами понимать, это то, что платить будут не нам, платить будем мы. Возможно, для кого-то это проблема. Казалось бы, проблема, решающаяся при помощи денег – это не проблема вовсе, это расходы. Но в России все иначе. В России расходы для многих из нас – это проблема. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. «Семь дней». Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Народ твой, понимаешь, ты вместе с ними живешь. Вот они, от них и червятся. Писатель, художник и благотворители. Лауреаты премии «Тукая». Давайте познакомимся с ними поближе. Вслед за хоккейным «Акбарсом» Казанский «Зенит» принес Татарстану еще одну громкую победу. Волейболисты в десятый раз выиграли чемпионат России. На протяжении последних пяти лет команда Владимира Олегна не упускала главный трофей страны ни разу. Наша победа с отчетом 3-0. Мы показали высокое мастерство, класс. Я поздравляю всех наших болельщиков, всех любителей волейбола Республики Татарстан. Мы первые в стране. Ирада Аюпова – новый министр культуры Татарстана. В четверг коллективу ее представил премьер-министр Алексей Писошин. Отмечу, Ирада Хафизиановна хорошо знакома коллективу Министерства культуры. Здесь она проработала на руководящих должностях на протяжении семи лет. Последние два года Ирада Аюпова возглавляла Государственный комитет по архивному делу. В четверг Татарстан простился с Тимуром Акуловым. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Тимура Акулова называли неофициальным министром иностранных дел Татарстана. В 1991 году он стал советником президента республики по международным вопросам. Через 4 года его назначили директором департамента внешних связей президента. Он с нуля создал эту структуру Тимура Акулов в нее значительный вклад в развитие сотрудничества республики с исламским миром. Подготовку международной части празднования тысячелетия Казани. Он непосредственно занимался вопросом освобождения российских летчиков в афганском плену в Кандагаре. То, что делалось, Тимур Ильич, дорогой, это глубокий след и на памяти у всех нас. Поэтому словами только утешить сложно, но живым другое не дано. Будем помнить о тех делах, о том следе, который ты оставил в истории республики. Спи спокойно. Ты свое дело сделал. В пятницу Рустам Мениханов посетил инновационный технопарк «Идея». В рамках визита президенту «Резидент технопарка» группа компании «Эйдос» представила перспективные разработки, медицинские симуляторы и промышленные роботы. В пятницу новый руководитель появился в Государственном комитете по архивному делу. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил коллективу Гульнару Габдрахманову. До этого дня она занимала пост заместителя министра образования республики, руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования. В пятницу президент Татарстана посетил Кайбинский и Буинский районы. Рустам Мениханов ознакомился с ходом весенних полевых работ. На встрече с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Рустам Мениханов обсудил текущие вопросы посевной. Состояние техники, задействованной в полевых работах, обеспеченность хозяйств ГСМ, вопросы своевременной оплаты труда. Продолжаем программу «Семь дней». Еще одна тема, которую мы поднимали уже ранее в нашей программе, но которую важно и стоит продолжить. В прошлом году в службу занятости населения Казани в поиске работы обратилось 1270 инвалидов. Из них были трудоустроены лишь 688, то есть чуть больше половины. Проблема трудоустройства людей с ограничениями по здоровью остается одной из самых актуальных, и именно о ней мы говорили в одной из прошлых наших программ. Возникает вопрос, являются ли ограниченные возможности здоровья человека помехой для поиска хорошей работы? К сожалению, да. Тогда помощником в трудоустройстве инвалидов выступает государство. О том, какое содействие занятости оказывается людям с ограниченными возможностями, расскажет Зарина Ахметова. Каждый год студенты, у которых есть проблемы со здоровьем, сталкиваются с проблемой трудоустройства. Сегодня в колледже малого бизнеса и предпринимательства обучаются 100 студентов-инвалидов. Среди них 13 слабослышащие и 87 с отставанием в развитии. Стать предпринимателем, преуспеть в своем деле для этих особенных ребят даже не выбор, скорее жизненная необходимость. Другая альтернатива – провести большую часть времени дома, в четырех стенах. Потому у таких студентов отмечают педагоги особое рвение к учебе и энергию, которым можно только позавидовать. Ксения Гурьянова своим призванием увидела кондитерское дело. Я умею делать торт, печенье, любые сладкие изделия. Начинать хотелось бы, конечно, с кондитера и расти в этом направлении, безусловно, чтобы гордиться тем своими изделиями. Мне не хочется как бы оборачиваться назад, а только идти вперед и, безусловно, расти во всех направлениях. Стоит заметить, что с детьми, которые имеют ограничения по здоровью, начинают заниматься с ранних лет. Но тут есть одна проблема. Далеко не все ребята попадают под категорию трудоспособных. Тех же, кто может принести пользу и себе, и обществу, стараются обучить и по возможности обеспечить работой. Помощь таким ребятам и специальный проект с символичным названием «Ты нам нужен». Благодаря ему у студентов есть возможность представить свои навыки и изделия. Работодатель, в свою очередь, может сразу взять способных ребят на заметку. Колледж малого бизнеса и предпринимательства тесно сотрудничает с хлебозаводом и фабрикой по изготовлению обуви. Поэтому некоторые студенты, завершая обучение, уже целенаправленно идут на работу по специальности. Но есть и те, кому повезло меньше. Есть такая часть ребят, которые не могут трудоустроиться, но они самозаняты. То есть они могут ремонтировать обувь. То есть если родители им помогут или сами они приобретут какую-то недорогую швейную машину, они могут заниматься ремонтом обуви, например, на улице. Но вот, к сожалению, пекарям-кондитерам сложнее устроиться, потому что тут уже и медицинские документы нужны. А вообще вот вышивальщицы тоже надомные работы могут выполнять. Пекари, швеи и декораторы. В 41-м колледже обучаются сразу несколько групп с ограниченными возможностями. Некоторые работы студентов уже пользуются большим спросом. А это уже торгово-экономический технику. Здесь договора с директором учебного заведения подписали сразу три работодателя. Стоит сказать, что найти работу инвалиды могут самостоятельно, воспользовавшись порталом «Работа в России». У соискателей есть возможность самостоятельно связаться с работодателем и предложить свою кандидатуру. Один из вариантов трудоустройства специалистов с ограниченными возможностями – это комбинат надомников. Предприятие занимается пошивом спецодежды. Сегодня здесь работает 26 человек, и половину из них составляют инвалиды. Рабочие места мы создаем ежегодно, увеличиваем прирост. Заказчики наши основные – это большие и крупные заводы, предприятия, агро. Также у нас еще присутствуют автосалоны. 20 лет назад, окончив обучение в училище, Вилли Шигапова устроилась на работу именно сюда. Признается, что лучше места не нашла бы. Привыкла к коллективу, к обязанностям, обрела друзей. А начальника производственного цеха уже называет мамой. Здесь хочу работать, у детей хороший. И здесь на пенсии выйду. Девчонки хорошие. Мама есть у меня здесь. А это Кирилл Новик. Здесь он трудится на должности менеджера. Молодой человек – инвалид по зрению. Поэтому в его обязанности входит прием звонков от клиентов. Кроме того, Кирилл совершает и так называемые «холодные» звонки. То есть устанавливает контакт с новыми клиентами. За время работы у него уже появилось несколько предприятий, с которыми он начал сотрудничать. Казанский комбинат надомников. Меня зовут Кирилл. Добрый день. По данной профессии я, можно сказать, учился сам, используя опыт тех людей, которые уже достигли результатов в этом деле. Коллектив шикарный, все хорошо. И в плане рабочего места тоже все удобно. Все, можно сказать, на 5 баллов. Работать хорошо, никаких препятствий к работе нет. Помощь в поиске подходящей вакансии Центр занятости осуществляет постоянно. Важно не просто выслушать пожелания кандидата, но и установить с ним контакт. На каждого соискателя, желающего трудоустроиться, заводится паспорт инвалида. Информация в нем сверяется с требованиями по вакансии. И далее уже принимается решение, подходит соискатель или нет. Именно так нашел работу Леонард Емельянов, электрогазосварщик. Получил вторую группу инвалидности. И как-то не сложилось работу найти. И через Центр занятости получил направление сюда. Пришел, вполне все устраивает. Ежегодно предприятием устанавливается квота для трудоустройства инвалидов. Так, в прошлом году на квартиру мои рабочие места в Казани было трудоустроено 98 человек. В Республике Татарстан реализуется закон, согласно которому мы квартируем даже в тех организациях, где есть 35 человек работников. То есть от 35 до 100 уровень трудоустройства должен быть инвалидов не менее 3%. Если в организации свыше 100 работников по штатной численности, то от 2 до 4. Устроить на работу инвалида – это полдела. Рабочее место должно быть оснащено всеми необходимыми условиями. Здесь предприятию может помочь государство, частично возместив затраты. Есть такая программа, она называется 72,6. То есть это порядка 72 тысяч, которая подлежит возмещению в случае, если работодатель создал специально оборудованное рабочее место. В прошлом году у нас эта программа реализована была для 100 рабочих мест в объеме 7 миллионов рублей. В этом году объем затрат предполагается в размере 1 миллиона рублей. Создать рабочие места люди с ограниченными возможностями здоровья могут самостоятельно. Предприятием, образованным общественными объединениями инвалидов, выделяется субсидия, которая покрывает затраты на оплату труда. Таким образом, государство мотивирует бизнес, который создает рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Фактически, платя за него зарплату трудоустроенным инвалидам. Выигрыши в итоге все. Государство, которое решает важнейшую социальную задачу, трудоустройство особой категории граждан, сами инвалиды, которые находят себя в жизни, и предприятия, которые получают льготную субсидию. Сегодня в республике 8 таких предприятий, на которых трудится около 500 работников с ограниченными возможностями. На их поддержку ежегодно в бюджете республики предусматривается порядка 20 миллионов рублей. У вас должен быть бизнес, должно быть реально работающее предприятие. Вы уже должны сейчас создать рабочее место, и там действительно должен работать человек с ограниченными возможностями. И до 20 декабря ежегодно вы представляете соответствующую заявку в муниципальный район, в центр занятости, где комиссионно идет обследование с выходом на рабочее место, что да, действительно, это существует, такое рабочее место, такое предприятие. В прошлом году эта услуга была предоставлена для создания 100 рабочих мест. А уже в этом году за первый квартал министерство поддержало 8 проектов для людей с ограниченными возможностями, которые позволили им трудоустроиться. Зарина Ахметова, Роман Безменов, 7 дней. Есть такие регалии, которые дают обладателям определенный статус, гордость, общественное признание. Вот, к примеру, из советского прошлого звание «Народной» в России до сих пор является высокой оценкой творчества любого художника, поэта, артиста. Одной из таких значимых наград в Татарстане является Тукаевская премия. Впервые она была вручена в 1958 году. Первой премией наградили посмертно композитора Фарида Ярулина за балет «Шурале». Вторую получил Назиб Жиганов за оперу «Джалиль», а также Файзи Ахмет за роман «Тукай». Третья премия досталась театральному коллективу Камаловского театра. В этом году Тукаевская премия вручалась в 60-й раз. У премии был своеобразный юбилей. В этом году ее получили член Союза писателей Татарстана Камил Каримов, художник Михаил Кузнецов. За большой вклад в развитие культуры, возрождение духовности, сохранение национальных ценностей и исторического наследия народов, проживающих в республике Татарстан, госпремии удостоилась творческая группа компаний «Тат-Телеком». На этой неделе мы познакомились с лауреатами премии и их работами, которые, по признанию жюри конкурса, были наиболее близки по духу к Тукаю. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Его шутки разбирает на цитаты, а на концертах с его участием всегда аншлаг. Автор сатирических монологов Камиль Каримов уже давно стал любимцем публики. Он знает, как рассмешить народ и всегда помнит о том, что в каждой шутке есть доля шутки. Вот народ, зритель, очень любит, когда ты затрагиваешь руководство, задеваешь его, потому что они все знают их недостатки. Но никто об этом не говорит, они только между собой, шепотом. А ты вдруг со сыном что-нибудь такие, хотя бы намеку даешь, им это нравится. Они начали заглядывать на председателя колхоза, видишь, а вас, а тебе, ну молча, молча. Известный писатель-сатирик и к жизни относится с юмором. В детстве писал стихи, но так и не стал поэтом. С первого раза не смог поступить в Казанский университет, стал бурильщиком артизианских скважин. Но ничего не проходит бесследно. Именно этот опыт работы на земле, в полевых условиях, в бригаде бурильщиков, через 20 лет принес ему огромный успех. С 90-х буквальных годов мы перестали писать о простом рабочем человеке. Как будто их нету. Выезжаешь из дому, месяцами живешь на полевых условиях, вагон, сам себе готовишь еду, скажем откровенно. Иногда даже под ножный корм переходим. Но и потом приезжаешь домой на 2-3 дня, снова туда идешь на работу. Это практически вот судьба человека. Его роман описывает жизнь двух поколений, людей, что жили до перестройки и после нее. В этом романе, по признанию автора, есть все. И радость, и грусть, и смех, и слезы. Все как в жизни, как по иронии его судьбы. Камиль Каримов признается, что его лучшее произведение еще не написано. Но будет оно не хуже, чем у Ильфа с Петровым. Тем более, что в России неиссякаемый запас идей. Есть такой памятник сатирическое произведение Ильфа Петрова «12 стульев». Даже в золотую телевую, я не столько беру. «12 стульев». Вот такую я еще мечтаю. Дай Бог, жизнь мне. Тем более, сейчас, если я получил тукаевскую премию, все-таки от меня уже ждут что-то такое. Я горю этим желанием. Кот Томас Петрович, что гуляет сам по себе, важно растянулся посреди улицы. Огромный хозяин деревни спит крепким сном, охраняя спокойствие местных жителей. А эта женщина потеряла мужа на войне. Вот его фронтовой снимок на первом плане. Мы видим лишь силуэт уходящего человека, как образ солдат, не вернувшихся с полей. Все это не фантазии, все это его, правда, жизни. Персонажи не вымышленные, а реальные, встреча с которыми, так или иначе, повлияла на его судьбу. Вот у нас был дворник в Лизо-музее. Дворник. Он каждое утро ко мне приходил, пил чай. Я специально батон покупал, варенье приносил. Добрый старый дворник, с которым они по утрам пили чай. Его портрет теперь дозревает на верхнем этаже. По словам художника Михаила Кузнецова, чтобы картину видела свет, она должна отлежаться, доспеть, подготовиться. Только через полгода ее можно будет считать окончательно готовой. Его героев узнают по характерным очертаниям. Такой, казалось бы, на первый взгляд сухой и черствый графический стиль. Но именно с помощью штрихов и черточек он добивается в своих картинах чувственности и жизни. Это тукай? Это нет, это не тукай, это как образ просто тукай. Вот очень сложно. Я был в Карлае, и вот у меня сложилась вот эта музыка, стихи татарские, все на татарском языке делалось, танцы вот эти, все это слилось. Я пока еще не могу, потому что образ вот этого всего, как его изобразить, понимаете, а поэту легче. Я там тоже в Карлае говорил, четыре строчки, и у него весомо все, объемно, понимаете. А здесь, ну как ты вот в одной картинной плоскости, вот это, как ты можешь сделать вот этот вот образ? Очень трудно. Татарские мотивы на вышитых узорах, на белых половицах, подушках, скатертьях – это его деревня, это его родина, его улицы и его люди. Он любит белый цвет за чистоту и надежду, потому что в его деревне всегда светло и чисто. Много не надо ничего выдумывать, там, фантазировать. Вот народ твой, понимаешь, ты вместе с ними живешь. Вот они от них и черпают все. И художнику далеко не надо ходить, я считаю. Вот он, все. Став лауреатом Тукаевской премии, Михаил Кузнецов теперь мечтает написать картину о той земле, которую воспел сам поэт. Именно деревня Карлай в последний его приезд оставила в душе художника неизгладимое впечатление. Это просто ехать и пахать. Именно в Карлай? Да. Это ваша идея, да? Да, да, да. И работать. Если бы сейчас можно было, я бы сорвался и уехал. Пару лет тому назад усадьба Сахди Абзию, где прошло детство маленького Тукая, была в заброшенном состоянии. В 2016 году в деревне Карлай появился новый музейный комплекс. Первым делом на кладбище восстановили памятник Сахди Абзию, благоустроили территорию, обустроили колодец, из которого пил воду маленький опуш. Теперь это место не только источник жизни, но и вдохновение для многих людей, приезжающих в Карлай. Те проекты, которые мы десятки лет уже занимаемся, они не так просто пришли в голову, а пришли так, чтобы задумываться о нации, задумываться о языке, задумываться, бываешь, в других государствах, странах, почему у них так, почему у нас так. Даже у них порядок или какие-то ухоженные кладбища, там люди ходят, дети ходят, они знают своих предков, корней, а у нас почему-то и кладбище зайти-то трудновато, и тяжеловато. Благоустройство родников, древних деревенских кладбищ, создание новых музейных комплексов, памятных и исторических мест. По словам руководителя компании «Таттелеком» Лутфулушев и Гулина, за 10 лет его творческая группа проделала огромную работу. И Тукаевская премия – это заслуга всего коллектива компании. Социальные благотворительные проекты – все это было сделано для того, чтобы у будущего поколения было представление о том, что такое история, культура и наследие народа, живущего на этой земле. Строительством и запуском вот этих музеев не забыли, что наших предков и видных людей, строительством родников, ну, это как поэма, это как роман, это как стихи какие-то написанные, потому что это все живое, там народ ходит, они смотрят, они считают, они духовно выгощаются. Только вот одно, только вот церковь разрушенной, восстановили, они еще 50-100 лет эта церковь будет стоять. Да, там уже никто не живет, там 10 человек осталось в деревне, что ли. Символично, в Великой Отечественной войне с этой деревней ушло 112 человек погибших, хоть не называется, это Анский район, в деревне, там Степановой, Панфиловой, Сергеевой, из каждой семьи по 3, по 4, по 5 человек, которые погибли в войне. Они отдали жизнь. Чтобы мы вот так жили, мы должны же знать об этом. Вот с чего начинается родина, наверное. Это все на сегодня. С вами была программа «Семь дней». Я Тимур Бекмурзин. С предстоящим праздником вас Великой Победы, добра, счастья и всего самого наилучшего. Встретимся через неделю на телеканале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней в студии Лейлы Латыпова. В следующей неделе обещает быть теплой. На северо-востоке республики будет солнечно, местами пройдут дожди. Среднедневная температура около 13 градусов. На юго-востоке Татарстана в понедельник и во вторник плюс 15. К четвергу температуры немного понизятся, возможны дожди. В выходные будет тепло до плюс 18. Облачная погода с прояснениями в центральных районах республики. Временами пройдет дождь. Дневные температуры около 16 градусов выше нуля. На юго-западе республики в начале недели будет солнечно и тепло до плюс 19. В субботу и воскресенье возможны осадки. Столбики термометров покажут. 16 градусов выше нуля. На северо-западе и в Казани в основном будет солнечно. Среднедневная температура в начале недели около 17 градусов выше нуля. В среду и в четверг возможен дождь. Плюс 12. Выходные без осадков и до 19 градусов тепла. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин